Девушки отдыхают Бенни, будь осторожен. На крышах лучники. Не дай себя подстрелить, иначе твой полет будет очень коротким. Вот бы я смог пользоваться клинком во время полета. Но ноги-то у тебя свободны. Если подлетишь близко к лучнику, пока он не успел всадить в тебя стрелу, сможешь спихнуть его с крыши. Ладно. Сейчас или никогда, амико-мио. Что это? Стреляйте! Стреляйте в крылатого демона! Стреляйте в крылатый демона! Стреляйте в крылатый демона! Внимание! После пожара на пленописиемале на площади Тавелево! Стреляйте в крылатых демона! Продолжение следует... Стреляйте в крылатого демона! Что это было? Не беспокойтесь. Наверное, дети балуются хлопушками. Ну, ваш ход. Девушки отдыхают. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Дио мио, ты жив? Говорят, ты убил Доша. Это правда? Я пытался спасти его, Леонардо, но истина ничего не значит. Я проиграл. И сейчас я самый опасный преступник во всей Венеции. Хоть тут тебе повезло. В Венеции сейчас время карнавала. Куда ни глянь, везде не литься, а маски. Именно поэтому я здесь. У тебя не найдется для меня маски? Конечно, конечно. Где ты здесь была? Спасибо, друг. У меня тоже есть кое-что для тебя. Оу, еще страница кодекса? Ага. Непростая штука. Тут чертеж нового устройства, друг мой. Оно крепится на запястье, но это не клинок. Скорее, армадафоку. Но маленькая, словно воробушек. А это возможно? Понятия не имею. Вот сделаем, тогда и узнаем. Дио, Бетто. Как странно. Бетто. 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 Девушки отдыхают. Не то, что Ориго. Я в долгу перед тобой, Фателло. Мачарто, но ведь ты вернулся не только ради новых игрушек, верно? Все дело в этом ужасном новом доже, Марко Барбарго. Тогда поговори с Антонио. Последнее время я часто вижу его у нашего друга. На твоем месте я бы поискал в квартале Дарсадуро, к югу отсюда. Спроси сестру Теодору. Сестру? Ну, в общем, да. Сестру. Да, Эцо. Там ты сегодня не сможешь носить оружие. Спасибо, Леонардо. Так насчет маски. Марко Барбариго. Не только его брат Агустинос нескал славу. Марко тоже оставил свой след в истории Венеции. С самого детства он был тираном и получал все, что хотел. Семья Барбариго приобретала для Марко горы самоцветов и целые флотилии кораблей. И личная жизнь его была незаурядной. Он женился на Карлотте, бывшей супруге своего телохранителя Данте Морро. Данте был капитаном городской стражи и наследником одной из знатнейших семей Венеции. Их дружбе с Марко ничто не мешало, пока Барбариго не решил, что ему нужна Карлотта. Но в католичестве развод невозможен, а Марко был добрым католиком. Поэтому он подослал к Данте убийцу. Данте получил три ранения в грудь и одно в голову, но не умер. Он выжил, хотя его мозг серьезно пострадал. В умственном отношении Данте стал ребенком. Что же делает Марко? Назначает Данте своим телохранителем и заставляет его аннулировать брак. Марко женится на Карлотте, а Данте оставляет своим рабом. Замечательный человек! Доброй ночи!